Примерно полгода назад Столбенкова или Степенькова, тогда есть Государственная Дума депутата, на одном из телешоу заявила, что после вакцинации одинаково успешно беременеют как женщины, так и мужчины. Ее еще переспросили, действительно она сказала именно то, что имела в виду. Да, сказала она, достаточно убедительно и яростно, мужчины тоже достаточно успешно беременеют после вакцинации. И вот я представил наше недалекое будущее, но может быть лет 30 спустя, и эта фантазия называется «Беременный я». Итак, представим, Москва, 2000, ну предположим, 45-й год. По проспекту Кимчен-Пына, бывшей улицы Тверской, шел беременный мужчина до больнички городской. По брусчатке до поплитки, через прово к череду, электробусы улитки обгоняет на ходу. Шел себе хлебал какао в свете яростных реклам, мимо памятника МАУ на гимнастику для баб. А Москва, как лучик света в серый моросе Руси, самокаты, лесопеты, беспилотные такси. В небеси парили дроны, подчиняли клоны танк, купола, кресты, ОМОНы, скрепный русский кибербанк. По бульварам киберлавки, в эту сторону и в ту, а на лавках кибербабки майнят всякую крипту. Гляньте, девки, что за клюки? В положении мужик бабки бросили макбуки, разлогинились и в крик. В возобили дружно хором, слышь, пузатенькой, постой, ты на месяц это, которым? Он в ответ, ха, уже шестой. Наша цель, ежу, понятно, население умножать, так что нет путей обратно, будут, так сказать, рожать. Кибербанки ошалели, клатчи нервно терепя, как ученые сумели, ну, забеременеть тебя. Помогала медицина или просто плод любви? Усмехнулся он. Вакцина. А точнее, спутник Виль. Вот хожу теперь, как бочка, на лицо солидный срок. Любопытная побочка. Добрым молодцам урок. Отпустите ради блога, я продолжу свой почин. Мне пора уже на йогу для деревянных мужчин. Перспектива, сердце греет, сердцу стал горячо. Все вокруг беременеет, так сказать, через плечо. Плодоносят мамка, папка, плоть ликует и поет. Это так даже гибербабка забеременеть, моет. Зарядите без сомнений, даже если он паник. Айда Гинсбург, он же ж гений. Айда, сука, азарник. Ну, это вот совсем свежее. Конечно, с уходом, так сказать, многих социальных сетей из нашей социальной жизни. Количество просмотров на Ютьюбе сильно сократилось, да и его скоро прикроют. Но этот стих стрельнул, что очень приятно. И так посвящается даже, может быть, не недавнему визиту, а недавнему отъезду из России председателя коммунистической партии Китая. Светает свечу Гаси. И много Гаси кого. Уехал товарищ Си. Остался товарищ Во. Остался товарищ Дин. Он резок и дюжек рот. Опять в телеграмм по Дина пишет, что все помрут. Остался товарищ Се. Ака серебристый рис. Он плиткой мастит шоссе. И сверху мастит набис. Остался товарищ Се. Тот самый пиглядь-поглядь. Который дебилы все. Который дебилы. Осталось товарищ Ва. В бокале полста на глаз. И в пляс зазвучит едва любимый им Михайлов Стас. Остался товарищ И. Что недром отец и босс. Как метко зовут свои. Товарищ Большой Насос. И чтобы три раза Ку. И всем показать часы. Остался товарищ У. Который товарищ Сы. Остался товарищ Ми. Знакомый квадрат лица. Его обожают СМИ. Цитируют без конца. Осталось товарищ Э. Которая доллар вниз. Которая курс ЦБ. Которая крест и крис. Остался товарищ Се. Который табун армат. Короче остались все. А Си улетел в закат. В Китае сейчас тепло. Зовет загорать Хайнань. Остался товарищ Ло. Убыль Непоэт и Пьянь. Который насильно всех. На этот Ютюб вписал. Который был раньше Эх. Теперь говорят. Мочи Непоэт, друг. Ругай его и пытай. Но ты посмотри вокруг. Пародия на Китае. Захочешь чего? Проси. А мы в сапоги. В Россия. Верните обратно Си. Пускай улетают все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ